А вы что-нибудь знаете о системе слоев одежды? Если вы хоть раз собирались в осенне-зимний поход, то должны были сталкиваться с таким понятием. А если же нет, то сейчас самое время об этом узнать. Заваривайте чай и погнали разбираться! Всем привет! Это Сплав и я Никита Йоханссон. Круглогодичный велоэнтузиаст, гид в горах и большой любитель хорошего снаряжения. Слои в снаряжении в горах резко, вы надели ветрозащитный слой. Вы встали на страховку в альпинизме или в скалолазании, вы надели утепляющий слой. Таким образом, вы будете одеты под ваши условия с учетом вашей собственной терморегуляции. И в целом, если нет ничего, и вы впервые собираете комплект для похода в теплое время года на умеренных высотах, то эта схема подойдет. А как только появляется опыт, высокогорные или зимние условия, смешанный цикл активности, то носимые слои разнообразятся. Но вообще хочется отметить, что количество этих слоев может быть любым. Я же вам расскажу про шесть. Разово это все практически никогда не носится, а подбирается, как я и говорил чуть ранее, под текущие погодные условия. Такое количество слоев сначала может показаться избыточным. В самом деле, эта схема перекрывает почти любые условия и является универсальной. Выбор и вариативность снаряжения довольно велики и разнообразны. Сегодня поможем разобраться в понимании слоев и зачем они нужны. Важно понимать, что некоторые слои друг друга могут дублировать и быть как взаимозаменяемыми, так и носимыми вместе, несмотря ни на что. А некоторые могут лично вам никогда не пригодиться. Важно! Все комплекты технологичного снаряжения не работают корректно с хлопковой одеждой. Это следует учитывать при подборе и использовании предметов одежды и снаряжения. Хлопок не справляется с влагоотведением и вместо испарения впитывает влагу, выделяемую телом. Это ведет как минимум к дискомфорту, а как максимум к переохлаждению с известными последствиями. Базовый слой. Слой отводит влагу от тела. Лучше не утепленный, так как за утепление будут отвечать другие слои выше. Длинный рукав более универсальный, чем короткий, но личное дело каждого. По ногам так же, кроме того, что ноги все же периферия и не требуют такого обогрева и защиты, как торс. Утепленное термобелье – легкий флиз. Носится вторым слоем, всегда с длинным рукавом и с вариациями на тему воротника и капюшона. Может использоваться грит-флиз или стрейч-флиз. Посадка по фигуре. Низ такой же, сделан из того же, что вверх. Грит-флиз – это флиз, внутри имеющий структуру рубчика, ну или сделанный в квадратик, если простыми словами. Таким образом достигается легкость и хорошая теплоизоляция. Также он очень тактильно приятный. Следующий слой – теплая куртка из флиса плотностью 200 или 300 грамм на квадратный метр, либо легкая куртка с набивным утеплением или гибридная. Следующим слоем идет легкая ветрозащита или софтшелл. Софтшелл защищает от ветра и легких осадков, быстро сохнет, обладает высокой паропроницаемостью, она же дышимость. Бывают как утепленные варианты, так и неутепленные. Универсальным выбором будет неутепленный безмембранный софтшелл, подходящего под ваши задачи кроя. Софтшелл штаны являются лучшим решением для большинства аудор-активностей вообще. Следующим слоем идет мембранный комплект. Штормовой, он же хардшелл. Носится тогда, когда с небес падает вода во всех видах, дует ветер и все такое прочее. Лучшим выбором в универсальном комплекте будет трехслойная мембранная штормовка и штаны. Трехслойный – это строение, ламинированный сэндвич из верхнего материала, собственной мембраны и впаянной подкладки. Следующим идет утепленный комплект, надеваемый поверх либо всего вообще, либо взамен пары верхних слоев, в зависимости от ситуации и условий. В горном туризме и альпинизме носят название страховочный. Бывают пуховые и на синтетическом утеплителе, бывают с мембраной, бывают без. Важно! При выборе размера каждого слоя стоит учитывать, как будет носиться предмет, и какие-то выбирать с запасом по размеру, а другие наоборот, с посадкой по фигуре. В идеале померить живую со слоями, с которыми предполагается ношение. А если нет такой возможности, смотрите таблицы размеров у каждой модели снаряжения и заказывайте с учетом послойности. Ношение подходящих под условия систем одежды позволит вам сконцентрироваться на впечатлениях от происходящего или на получение высокого результата в экспедиционных видах спорта, уменьшив дискомфорт. Важно! Учтите, что современные синтетические материалы не являются огнеупорными, и следует с осторожностью в них жечь костры и работать с горелками. Друзья, а сейчас я поделюсь немножко своим опытом о ношении различных систем одежды в Подмосковье круглый год. Почему Подмосковье? Потому что я в нем хожу и пешком, и очень много занимаюсь там велотуризмом и байкпакингом. В начале осени мой костюм представляет из себя трекинговые шорты, какую-то трекинговую футболку, легкую, неутепленную, в качестве базового слоя. Может быть, с длинным рукавом, может быть, с коротким. Следом я надеваю обычно легкий софт-шелл, когда начинается небольшой ветер или когда вечером сидишь в лагере. Также у меня с собой обычно легкий пуховик или легкая пуховая жилетка. В случае дождя я надеваю мембрану. У меня есть легкая и есть более тяжелого класса. Обычно с собой я беру тяжелую. Ее сложнее повредить во время подготовки лагеря, и она дольше живет под рюкзаком. Поздней осенью и зимой я надеваю софт-шельные штаны. Редко надеваю длинное термобелье. Дело в том, что я ношусь к категории людей, которых чаще называют жаркими. Чаще всего люди более мерзлявые. Это нужно учитывать. Ну, я делюсь своим опытом. Соответственно, это софт-шельные штаны. И поехали. От тела и наверх. Соответственно, базовый слой неутепленный, как и летом, либо футболка, либо лонгслив. Далее я ношу чаще всего легкую спортивную гибридную куртку, ну, аутдорную. У нее часть сделана из флиса, часть из синтетического утепления. И на все это я ношу, соответственно, софт-шелл и иногда пуховик. Если у нас какие-то осадки, на это все надевается мембранный комплект. Если активность повышается, снимаются слои утепления. Вплоть до того, что на каком-то забеге я бегал в январе чуть ли не на короткий рукав. Так случается, но редко. Если у нас уже не поздняя осень, а совсем зима в Подмосковье, то, соответственно, на мне по-прежнему легкий базовый слой, на мне по-прежнему софт-шельные штаны, но более плотные. И далее идут слои утепления флиска. На нее будет надета синтетическая куртка с синтетическим утеплением. И большая страховочная куртка уже для работы в лагере. Мембранный комплект также с собой. Когда наступает весна, соответственно, слои начинают сходить вместе со снегом. И когда мы ходим в какие-то походы, это и вело, и снегоступы, и так далее, мы, соответственно, одеваемся на активность более легко. В то же время, когда наступает статика, а также ночь, утепляться нужно по-прежнему все еще очень серьезно. Поэтому, в принципе, мой комплект выглядит следующим образом. У меня также ходовой софт-шелл. На теле термобелье неутепленное или неутепленный базовый слой, другими словами. С собой абсолютно точно есть какая-то флиска, куртка с синтетическим утеплением и либо пуховик, либо сильно утепленная синтетикой куртка для лагеря или когда сильно похолодает или для статики. Также есть мембранный комплект. И если погода плохая, то надевается он. И теперь мое любимое время года — лето. Соответственно, в моем случае это шорты. Я знаю, что будут комментарии про клещей, но мало они меня кусают. Ну, а если кусают, значит, едем, соответственно, в профильные учреждения. Дальше опять легкий какой-то базовый слой. Это могут быть беговые футболки, аутдорные футболки, лонгсливы, но чаще всего летом, конечно, короткий рукав. И легкий софтшелл обычно с собой. Пуховый жилет или суперлегкая флиска с собой присутствует на вечер. И мембранная штормовка. Может быть легкая, может быть нет, по настроению, под какие-то конкретные условия конкретного выхода. А сколько слоев вы привыкли носить? Делитесь в комментариях, нам тоже интересно. И до встречи на тропах!